Стартовала новая волна с особым настроением, а если точнее синим, открытие конкурса фестиваля доверили королю Филиппу Киркорову и его новому хиту «Цвет настроения синий». Песня хоть и раскрученная, но накануне состоялась и ее премьера. Вообще в этом году хотел взять такой тайм-аут для себя, потому что очень был яркий прошлый год. Опять-таки это юбилей и все. Но вот как всегда, когда не ждешь, оно приходит. И песня «Цвет настроения синий», которая родилась весной этого года, и страсти по ней все еще тоже не умолкают, не утихают. Говорят, что трудно в одну реку попасть дважды, но с Ибицей, по-моему, происходит то же самое. Это редкий случай, когда вслед за одним хитом сразу получается второй хит. И благодаря нашей настоящей мужской дружбе с Николаем Басковым родилась еще одна песня. Телевизионная премьера песни «Ибица» состоится в день премьер. Помимо музыкальных сюрпризов, артисты обещают много других неожиданностей. Наверняка что-нибудь отчебучил. Главное было бы с кем. Но судя по тому, что компания у нас собралась верная, проверенная, Сережа Лазарев, Анни Лорак, я думаю, что Коля Басков, я думаю, что мы обязательно повеселим, зажжем в очередной раз на конкурсе «Новая волна» и на официальной сцене, и на автопати. В целом в рамках «Новой волны» состоятся пять больших концертов. В день открытия фестиваля конкурса в Эмеретинке пел Баста. Юбилей отметила группа А-студио. Сегодня все звезды исполнили песни Агутина, у которого тоже юбилейный год. Также свои юбилейные вечера проведут Пресняков и Аллегрова. 6 сентября на курорте Эмеретинский дискотека Муз-ТВ. Вход свободный. На следующий день, в пятницу, участники споют в центре Сочи, на Южном Аллу. Сюда также приглашаются все желающие. А еще организаторы приглашают в Эмеретинку детей. В большом концерте примут участие юные конкурсанты проектов «Ты супер» и «Детская в новая волна». 8 сентября ожидается выступление Тимати и Егора Крида. Стоимость билета отмечают организаторы символическая – 500 рублей. Что касается места проведения, то артисты отметили, что переезд из Юрмалы хоть и был болезненным, но решение в итоге оказалось верным. За четыре года «Новая волна» в Южной столице стала набирать новые обороты. Этот уникальный проект имеет для нас важное, очень важное значение, поскольку носит мощный имиджевый характер и является для нас сегодня серьезным инструментом для продвижения главного российского курорта. Город за эти четыре года стал круглогодичным курортом, очень любимым курортом, посещаемым курортом. И мы всем предлагаем еще и найти время, чтобы побывать в городе, полюбоваться красотами, увидеть, что сочинцы действительно очень добродушные и очень гостеприимные. К слову, музы «Новой волны» в этом году снова не будет. Да и в принципе, говорит Игорь Крутой, Пугачеву на этот раз не беспокоили приглашением. А вот на 17-м фестивале без Примадонны не обойтись. Следующий год для Аллы Пугачевой и юбилейный, впрочем, как и для самого Крутого. Поэтому «Новая волна» 2019, а значит и новые сюрпризы.